Доброго дня всем, уважаемые зрители! Наша съёмочная группа Светлана Ладина, оператор Антон Ведерников поздравляет всех с праздником Крещения Господня, Днём Святого Богоявления. Мы находимся во дворе Иоанна Притеченского кафедрального собора города Екатеринбурга. Если самому храму уже более 150 лет, то водосвятная часовня, которую вы видите слева от меня, в 10 раз его моложе. Её возвели специально для того, чтобы все, кто желает набрать святую воду в день Крещения Господня или в иные дни, могли бы сделать это беспрепятственно, не создавая в храме толчую и не мешая ходу богослужения. Собственно говоря, вчера был совершён чин великого освящения воды, и с тех пор, то уменьшаясь, то увеличиваясь, очередь из желающих взять святыню находится во дворе храма возле водосвятной часовни. Праздник Крещения Господня является древнейшим христианским праздником наравне с праздником Пасхи. Упоминания об этом дне мы находим уже в постановлениях и правилах апостольских. В первые века христианства на Богоявление крестили оглашенных, поэтому этот день часто называли Днём Просвящения, праздником Светов или Святыми Светами, в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым. Интересно, что поначалу Крещение и Рождество Христово были единым праздником, и назывался он Богоявление. Начиная с конца IV века эти праздники стали отмечать в разные дни. Но и сейчас мы можем наблюдать отголоски единства Рождества и Крещения в богослужении. Например, у обоих праздников есть на вечере сочельник со строгим постом и особыми традициями. Вчера как раз был крещенский сочельник. Правда, он был смягчен тем, что пришелся на воскресный день, и это, конечно, ослабляло строгость поста. Духовенство в праздник Крещения Господня, как и в праздник Рождества Христова, обречено в белые ризы. Ну, а главная особенность богослужения на Крещение Господне – это, конечно, чин великого водоосвящения. Эта вода считается особенной. Воспоминание того, что Господь, входя в воду Иордана, осветил все водное естество. И воспоминание этого чуда мы, конечно, тоже совершаем великое освящение воды особым чином. Воду освящают дважды. В крещенский сочельник после Божественной Литургии и после Литургии в сам день Крещения Господня. То есть это 18 и 19 января. Крещенская вода называется еще Великая Агиасма, Великая Святыня. Хочется особо подчеркнуть, особо обратить внимание, дорогие друзья, вот на что. Очень часто суеверия вносят путаницу в отношении к святой воде. Дескать, освященная 18 января – это вода Бугоевленская, а 19 января – это вода Крещенская. Они, мол, разные. Вот ничего подобного. Священнослужители очень часто отвечают на этот вопрос. Отвечу на него и я для того, чтобы вы не смущались никакими разговорами в очереди, которые часто возникают. Так вот, и 18 и 19 января чин великого освящения один и тот же, и вода одна и та же. Еще один вопрос, который часто возникает у людей. А вдруг в эти дни, 18 и 19, мы не успеем набрать крещенской воды? Что тогда? Дело в том, что крещенскую воду можно будет набирать еще в течение целой недели. Ну, как правило, это бывает так. Поэтому, друзья, надо ли говорить, что давка и ругань в очереди за святой водой совершенно недопустимы? Что уже нормой должны стать предупредительность по отношению друг к другу, что лучше набрать немного святой воды, но с благоговением, чем принести ее домой литры, попутно обругав всех, кто встретится на пути. И в заключение этого прямого включения позвольте мне прочитать вам тропарь праздника и его русский перевод. На церковно-славянском языке главное песнопение этого дня звучит так. «В Айордане, крещающийся Тебе, Господи, троическое висе поклонение, родители в бог глаз, свидетельствовавше Тебе возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубини, известствовавше словесе утверждение. Явлейся кресте Божий и мир просвещей, слава Тебе». На современном русском языке эти слова звучат следующим образом. «Когда Ты, Господи, крестился в Айордане, явилось поклонение Пресвятой Троице, ибо глаз Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном. И Дух, явившийся в виде голубя, подтвердил истинность этого слова. Крести Божий, явившийся и просветивший мир, слава Тебе». Уважаемые зрители, время нашего прямого включения подошло к концу. Я напоминаю, что сегодня мы вместе с оператором Антоном Ведерниковым путешествуем по разным храмам Екатеринбурга, и через час надеемся снова встретиться с вами в прямом эфире. Оставайтесь с нами сегодня и всегда. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok